Друзья и унимоводы, привет! Это вторая часть Ответы на ваши вопросы Которые вы мне прислали В телеграмму униму Татьяны Для тех, кто Включил ютуб сейчас Приглашаю посмотреть Первую часть, ну а мы продолжаем Ирина Максимова На разных сортах срезала верхушку На пеньках появляются молодые розетки Замирают и погибают Вместе со стволом, не могу понять Почему? В уходе вроде бы ничего не меняло Я думаю, что проблема именно в том Что вы не вовремя срезали Проанализируйте, когда вы срезали Может быть два варианта Либо еще ваш илониум Не начал набирать силу роста И вы срезали слишком рано Либо наоборот, вы срезали слишком поздно Приведу пример Обычно я после летней спячки Начинаю резать в середине августа Но я должна дождаться Когда я увижу Что илониум пробудился сам Потому что если я срежу Когда он еще просто Сухой палкой стоит И еще жизненные силы Не начали в нем Активизироваться То есть сокодвижение еще не началось А вы уже срезали Тогда что может случиться? На внутренних резервах Еще эти почечки появились А корни, например, еще не заработали А вы начинаете поливать Корни загнивают Может быть это связано Не только с тем Что вы срезали рано или поздно А с тем, что вообще В целом Корневая система была плоха И когда вы срезали Получается корней нет Листвы нет И резервов нет Такой вот мой ответ Будет вам Ирина Прохорова Татьяна Можете дать несколько советов Как содержать илониумы В обычной городской Московской квартире Где батареи под окнами Выходят на север Одно окно с лоджией Южное И летом там очень жарко Можно ли выставлять цветы В таких условиях На лоджию? Если окна выходят на север То зимой, конечно, у вас Недостаток света Это плохо В Москве действительно Недостаток света Но тогда вам нужно Держать илониумы На стеллажах И досвечивать их Вот Потому что С одной стороны Вам нужно убрать Илониум от окна Где батарея Да, вы убираете А с другой стороны Недостаток света Вы пользуетесь лампами Нужно тогда Подобрать свечение Такое, чтобы не очень Обжигало Чтобы все-таки Илониум понимал Что сейчас период роста А не период спячки Не надо пересушивать И пересвечивать лампами Половина моей коллекции Зимует В моей обычной Краснодарской квартире На седьмом этаже У меня лоджия Понятно, что Ну, может быть Со стороны кажется Не очень нормальным Но даже В лютую стужу Я никогда не закрываю Балконную дверь Чтобы На балконе Моим ионимом Было не очень холодно То есть Все-таки поддерживаю Положительные температуры Это что касается Зимнего содержания Что касается Лета То А что плохого Что у вас Солнечная лоджия Ну, лето Период спячки Вы просто Прекращаете поливать Они Переживают Летние месяцы И потом Снова пробуждаются Осенью Я не вижу Здесь вообще Никакой проблемы Все-таки Самое грустное Это Зима Вот Понимаю Людей У которых нету Нету лоджии Нету балкона Они любят ионимы А у них только окно Единственное С батареей И что им делать Вот здесь, конечно, проблема Здесь я не знаю Что посоветовать Знаю, что Некоторые люди Закрывают Какие-то делают Экраны Чтобы теплый воздух С батареи Уходил куда-то Направлялся В другую сторону Но Не знаю Что тут вам Сказать Диана Савицкая Спрашивает У меня растения В офисе более двух лет Живут на окне Непонятно По какой причине Все сорта ионимов С толстенькими Мясистыми листочками Так или иначе Заболели И погибли Это около пяти видов Флоресцент Роскол Бронзовая медаль А те, что С тонкими листьями Процветают Румяная красавица Или шварцкоп Не могу понять Принципиального отличия В уходе Диана Честно говоря Я теряюсь Что вам ответить Потому что Вот даже Те Которые вы Перечисляете Якобы с толстыми листьями Флоресцент Роскол Бронзовая медаль Но Роскол Это мариньер Лопастоль Давайте мы все-таки Правильно будем Именовать Ионима Флоресцент Имеет тонкие листья Почему вы вдруг Решили Либо вы путаете Сорт Либо Тогда нет Логики Может быть Что-то другое Может быть Потому что Румяная красавица И Шварцков Это более крупные экземпляры Им нужен другой горшок Вы к сожалению Не прикрепили фотографии Поэтому мне трудно Какой-то вывод сделать Ну вообще На окне И в офисе То что у вас Ионимы выживают Два года Это хорошо Потому что В офисе всегда Сухо Всегда шпарят Батареи зимой А у вас Ионимы Выжили И два года Вас радовали Вы молодец Значит Диана Но Как ответить на ваш вопрос К сожалению Слишком мало информации Диана же Продолжает Задавать вопросы Второй вопрос Отчего Ионимы Выворачивают Розетки В обратную сторону Выглядят Очень настораживающе В таком состоянии И один из таких Уже полгода Вывернутый Стоит И не опадает И не восстанавливается Если Диана Вы про те же самые Свои Ионимы В офисе То Это Ответ На ваш вопрос Потому что В офисе Всегда сухо И очень Горячие Не щадящие Никого Батареи Ионимы Не любят Зимой Сухой воздух И Высокие температуры Для них Особенно В период роста Нужно соблюдать Прохладные условия То, что для вас Наверное Вообще Холодно При каких условиях Ионим Выгибаются В обратную сторону Это явный Признак Того Что Растению Жарко Обычно Это происходит В период роста Когда По Жизненному Циклу Растению Нужно Развиваться Наращивать Листву Серединка Становится Зеленой Но ему Жарко А в период роста Ему Нужна температура Где-то Плюс 10 Плюс 15 А у вас В офисе 22 Ну что делает Ионим Он с одной стороны Тянется Как будто бы Он растет А с другой Стороны Не понимает Что происходит И от жары Выворачивает Вот эту Рыхлую Зимнюю Розетку Вы помните Что в период роста Любой Ионим Становится Рыхлый У него Шире Растопыренные Листочки А Ближе К засухе Он начинает Ее смыкать Листочки становятся Короче И плотнее Так вот Зимой Или Весной В общем В период роста У вас Длинная Листва Рыхлая Розетка Но Жарко Понимаете И поэтому Приходится Выворачивать Листья Я знаю Что Часто мне на это Скептики говорят Да ничего У меня не жарко У меня там Плюс 18 Ну разве это жарко Но это может быть Для вас Прохладно А ионимы При 25 Уже Впадают В спячку Вы понимаете То есть Если я Выношу Свои растения При плюс 4 На улицу И они Прекрасно Растут Ну как Прекрасно Там тоже Есть свои нюансы Посмотрите Мое первое Видео С ответами на вопросы Да То есть Надо соблюдать Все таки Не переморозить Растения Но Все равно Он Выдерживает Низкие температуры А А вы Считаете Что плюс 17 Это прохладно Нет Это не так Давайте Перейдем К следующему вопросу Татьяна Татьяна Гоблин За зиму Черенок Хорошо укоренился Разросся Весь такой хороший Лохматенький Упитанный Детки Уже Сантиметров По 4-5 Устятся Хорошо И не очень Мне кажется Высоко Розеточка Крупная А вот Внизу Ножка Сантиметра 3-4 Такая Тощая Болтается Сегодня Пересаживала Пришлось Подпереть Палочками Может Надо Обрезать Или Лучше Заглубить Или Вообще Ничего Не делать И ждать Что Заматереет Ствол Если Вопрос Ко мне То я В таких Случах Конечно Всегда Пересаживаю Я Вообще Меду Не надо Я Только Дай Чего Нибудь Пересадить Да Друзья Мои Я В таких Случах Конечно И Не Только В таких Случах Я Все Время Добиваюсь Более Мощного Стебля Поэтому Если Происходит Ситуация Когда Шапка Большая А Хлипкий Стебель То Я Конечно Ж Без Зазрения Совести Все Режу И Переукореня Тем более Если Вы Говорите У вас Взрослое Растение Да Оно Укоренится Сейчас Ну Не Знаю За Неделю Точно Оно У вас Уже Укоренится Потому Что Сейчас Период Роста Поэтому Если Вы Посмотрели На Мое Видео И Получили Ответ Бегом Бегом Пересаживать Ваш Ониум Режьте Гоблин Все Вытерпит Он Достаточно Такой Живучий Сорт Я Просто В качестве Примера Хочу Вам Показать Ониум Блад Это Красивейший Сорт У него Такая Мелкая Розетка Кругленькие Листочки Но Взрослым Я Это Растение Никак Не могу Добиться Чтобы Оно Было Привлекательным За Несколько Дней До Записи Этого Видео Я Как Раз Таки Сделала То О чем Сейчас Вам Советовала Верхние Розетки Крупные Посрезала И Переукоренила Так что Пожалуйста Делайте Это На здоровье Особенно Сейчас Если Вы Смотрите Это Мое Видео В Июле В Августе Не Смейте В Июле Не Надо Это Делать Вперед Спячки Только Когда Уже Вы Чувствуете Что Вот Вот Грядет Прохлада Но Вот Сейчас Я Уже Честно Сказать Вот Это Последние Мои Манипуляции Со Срезами Я Уже Перед Спячкой Делать Ничего Не Буду И Черенковать Уже Не Буду Вопрос 2 Роза Мадейры Тоже Уже Крупный Упитанный Черенок Сверху Сантиметров 12 Снизу На весь Горшок Около 17 Где-то Высота Тоже Сантиметров 18 Весь Такой Крепыш Но Даже Намека Нет На Деток Может Уже Голову С Плечь Чтобы Начал Ветвиться Или Обождать У меня Тоже Так Было Акроза Мадейры Я Даже Больше Наверное Ждала Где-то У меня Сантиметров 20 Уже Был Черенок Потом Я Все-таки Следующий Сезон Снесла Голову С плеч И Заветвила Своё Растение Да Вот Понимаю О чем Вы говорите Все-таки Роза Мадейры Тот Сорт Если Вы Хотите Добиться Пышного Акустика То Вам Придется Что-то С ним Делать Но Опять же Посмотрите На Календарь Потому Что Резать Нужно Резать Нужно Где-то Начинать В середине И вот До Конца Марта Тогда Вы точно Успеете Получить Боковые Почки Сейчас Я бы Уже Не стала Не рекомендовала Хотя Все зависит От того Где Вы живете Либо Уже Я бы Начала Это делать В середине Августа Вот Потому Что Иначе Вы Можете Добиться Того Что Вы Срежете А На стебле Ничего Не вырастет Потому Что Уже Вередет Спячка Идем Дальше В Беларуси С ионимами Просто беда Днем С огнем Не найти Отправляете Ливы В Беларусь Или Это Золотые Растения Будут Вы знаете Поскольку Мы В одном Таможенном Союзе У нас Вообще С вами Я Была Очень Удивлена Что Посылка Которую Отправляла В Беларусь С деком Дошла За 6 Дней Это Очень Быстро С учетом Того Что Растения Проходили Таможню Но Вы Должны Понимать Что Все Ну Если Вы Получаете Растения Из-за Границы Ну В данном Случае Вы Спрашиваете Про Россию Вы Должны Понимать Что На Таможне Каждую Ну Например Десятую Посылку Могут Остановить И Это Будет Ваша Ответственность Они Конечно Просвечивают Не Все Подряд Но Выборочно Они Берут Растения Берут Извините Посылки И Если Они Просветят Посылку А там Живое Растение То Ее Могут Конечно Просто Запарковать Без Фитосертификатов Официально Ничего Живое Через Таможню Провозить Нельзя Ни Животных Ни Растений Так Что Это Ваш Риск Так Татьяна Татьяна 4 Сегодня Ваши Бенефис Татьяна В групповой Закупки Из Китая Появился И скоро Ожидал Пинквич Сколько Пересматривала Ваши Обзоры Такого сорта Не встречала Или Ошибаюсь Или Это тоже Как с Хэллоуином Какое-то Второе Название Чего-то Например Мордегра Нет Пинквич Это Прекрасное Растение Розовая Ведьма Вот Например Она У меня Вот Здесь Знаете Я Очень Тщательно Отбираю Варигаты В свою Коллекцию Если Вы Обратили Внимание У меня Их Очень Мало Именно Потому Что Они Похожи Друг На Друг Плодятся Названия Может Быть И Растения Действительно Разные Но Они Настолько Мало Отличаются Друг От друга Что Я Просто Не Вижу Смысла Их Заводить Вот Но Что Касается Пинквич Она У Меня Есть Забегая Вперед Где-то Там Будет Еще Вопрос Покажите Свои Варигаты Вот Именно Поэтому У меня Их Мало А Еще Потому Что Вот Я Всегда Вас Предупреждаю Особенно Новичков Не Стоит Заводить Острые Растения Если Вы Не Набили Руку А Вы Упорно Покупаете Участвуйте В закупках В закупках Из Китая Ну Давайте Сразу Да Будем Честны Что Если Вы Задаете Вопрос Существует Липенквич Вы Скорее Всего Новичок А И Значит Вы Участвовали В закупке Значит Вы Сейчас Получите Растения Без Корней Потому Что Китайцы Не Отправляют Растения С Корнями Еще И Перед Периодом Спячки И Что Вы Будете Делать С Максимально Пинквич Вырастала Вот Примерно До Такого Размера А Потом Я Теряла Растения Что То С 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 Часто Вот Это Белая Листва А Пинквич Очень Очень Такой Нежный Розовый И У Нем Вот Сравните Например С Шанель Да Шанель Более Яркая И Красная И Чем Больше Без Хлорофильной Ткани Тем Нежнее Растения И Тем Чаще Оно Получает Ожоги Тем Оно Мене Устойчиво Оно Чаще Болеет Страдает Оно Хилое У пинквич Не толстые Стебли То есть Это вам Не Вот Это Например Гибрид Нобеля Да Посмотрите Какой Дебелый Стержень Ствол У пинквич Совсем Не так У него Тоненькие Стебли Он часто Изгибается Ветки Отламываются Вот У меня Сейчас Те Розетки Укоренены Которые Я Разобрала Из Более Или Менее Своего Взрослого Куста Который Народил Умереть Я его Если вы Обратите Внимание Сейчас Эти Розетки Ветвятся Но Это Еще Далеко Не Взрослые Рассеи Будьте Реалистами Отдавайте Себе Отчет А вы Справитесь Вообще Знаете Что Такое Спячка Переживали Ли С Ониум Период Засухи Знаете Ли Как С ними Совладать В Период Роста Зимой Что Их Не Надо Хранить Под Лампами Знаете Ли Обо Обо Все Об Этом А то Вы Сейчас Подратите Деньги Тем Более Ваш Вопрос Прозвучал Перед Сезоном Спячки Когда Он Даже Укоренится У вас Не Сможет И Вы Будете Все Летние Месяцы Как Списанной Турбой С ними Подкидываться И не Знать Что С Ними Делать Потому Что Они Просто Не Укоренятся Будут Ждать Следующего Переда Роста Осенью Так Что Будьте Внимательны И Аккуратны Так Расскажите Натали Спрашивает Расскажите Пожалуйста Какие Сложности Могут Быть При Выращивании Варигатных Ионимов Ну Вот Я Собственно И ответила На Ваш Предыдущий Вопрос Варигатные Ионимы Не Любят Интенсивного Солнца Вот Сейчас У меня Розовый И красный Да Но Если У вас Допустим Зеленый Варигат То Он Вообще Не Любит Яркого Солнца Лучше Его Держать На Северном Окне Или В тени Потому Что При Интенсивном Солнце Пропадает Контрастность И Зелено-белый Варигат Может Просто Потерять Эту Белую Серединку И Превратиться В целом Зеленый Иногда Эта Пестрота Проявляется Когда У нас Такое Межсезонье Еще Не Яркое Солнце Вот Тогда Я Уже Вам Сказала Давайте Мы Сегодня На Этом Снова Сделаем Паузу Потому Что Ваши Вопросы Остались А Мне Есть Что На Них Ответить Но Чтобы Видео Не Было Слишком Длинным И